Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В чемпионате России завершен 25-й тур. Забито 27 голов. Рассказываю обо всех результатах. Таблица расписания РПЛ. Динамо факел 0-2. Гангадзе забил дважды. В этом сезоне у него уже 9 мячей, а рекорд был 17. Динамо проигрывает четвертый раз в шести последних встречах. Крылья светов Зенит 1-5. Малком в прошлом туре впервые забил пенальти, а в этом туре на его счету первый покер в карьере 4 мяча. На 41-й минуте при счете 1-2 хозяева поля остались в меньшинстве. Крылья потерпели третье фиаско к ряду, пропустив за этот период в среднем 3 мяча за одну игру. Ахмат ЦСКА 1-3. Два мяча у Облякова. Это его первый дубль в текущем чемпионате. Иван отметился уже 7 раз. Напомню, в первом туре армейцы выиграли 4-2. На данный момент беспроигрышная серия команды Федотова составляет 10 матчей с учетом Кубка России. Краснодар Урал 1-1. Клубы в первом тайме обменялись голами. Урал продолжил отрезок без побед до 5 встреч. 3 поражения и 2 ничи. К слову сказать, Краснодар стал победителем молодежной лиги. Спартак Ростов 1-1. На 80-й минуте Ростов вывел вперед Юшин, а на 4-й добавленной минуте Соболев спас Спартак от поражения. В этом сезоне встречались они уже 3 раза и все встречи завершились с различным исходом. В первом круге был сильнее Ростов в кубке по пенальти Спартака. Во втором круге ничья. Оренбург, Нижний Новгород 1-0. Единственный гол на 79-й минуте и свой первый гол в сезоне провел Аганесян. Нижний Новгород уступил 5-й тур к ряду на выезде подряд. Сочи Торпедо 3-1. Две передачи записал на свой счет Артур Юсупов. Торпедо проигрывает в 3-м туре к ряду и пропускает 9 мячей. Локомотив Химки 5-1. Удзюбы дубль. С 4-го марта он забил уже 8 голов. Во всех этих матчах Локомотив забивал соперникам 3 или более мячей. Железнодорожники за последние 8 туров уступили только один раз. Расписание следующего тура. Химки Динамо, Торпедо Ахмат Ростов, Нижний Новгород Урал, ЦСК Оренбург, Зенит Спартак, Краснодар Крылья Советов и Локомотив Сочи. Игры пройдут с 6 по 8 мая. А какие изменения в списке бомбардиров и ассистентов? Малком Зенит имеет 22 мяча, у Спартаковца Промеса 17, Спертиан Краснодар лучший ассистент 10 пасов и Соболев имеет 9. Посмотрим турнировую таблицу. Зенит за 5 туров до финиша на 11 очков опережает 2-й Ростов. Если такая тенденция сохранится, то Питерцы оформят чемпионство за 3 тура до конца. Спартак и ЦСК отстают от команды Карпина на несколько очков. 5-й Ахмат на 1 балл опережает Краснодар, Динамо и Оренбург. Нижний Новгород и Факел остаются в зоне переходных матчей. Их разделяют всего лишь 1 очко. Химки 17 очков, Торпедо 13 в зоне вылета. На повышение из ФНЛ претендует Балтика 58 очков, Рубин 56, Алания 48, Енисей 45. Здесь остается играть еще 5 туров. Ставьте класс, если информация была полезна и интересна. Рекомендую рейтинг сборных FIFA. Услышимся!